Кристал Хауэлл, дикая тусовщица, которая любила нарушать правила и ненавидела авторитеты. Она приобрела популярность благодаря своим сумасшедшим домашним вечеринкам, но именно преступление, разрушившее её семью, сделало её знаменитой. Я заметил, что большинство зрителей смотрят мои видео без подписки. Если вам нравится мой контент, то советую подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я публикую всё, что не пропускает Ютуб. Кристал Хауэлл была младшей дочерью Майкла Хауэлла и Кристины Рестер. Большую часть своего детства она провела в Агасти, штат Джорджия, и имела репутацию энергичной и своеобразной нарушительницы спокойствия. Но несмотря на свой буйный характер, Кристалл была весёлой и заботливой, её родители хотели сохранить эту часть её личности как можно дольше. Поэтому, когда девушке было рекомендовано принимать лекарства, родители начали спорить. Не совсем ясно, какое заболевание у Кристалл. Но её отец Майкл был против того, чтобы девушка принимала лекарства, так как считал, что они изменят её личность, в то время как Кристина была уверена в обратном. Они настолько разошлись во мнениях по этому вопросу, что в итоге решили расстаться. Но это ещё не всё. Кристина призналась Майклу, что их старшая дочь Сьерра не является его биологическим ребёнком. Они официально развелись после 19 лет брака. Было решено, что Кристина и Сьерра останутся в Джорджии, а Кристалл переедет к отцу в Северную Каролину, чтобы начать новую жизнь. Получив большое наследие от бабушки и дедушки, Майкл смог позволить себе дом с восьмью спальнями в долине Мэгги. Была надежда, что широкие просторы и свежий горный воздух помогут Кристалл больше, чем лекарства. Но, к сожалению, этого не произошло. Когда Кристалл достигла подросткового возраста, она жаждала свободы и острых ощущений, как любая девушка её возраста, и её проблемы начали обостряться. Она начала увлекаться запрещенными веществами и мелкими преступлениями, такими как кража из магазина. Также девушка убегала из дома на неделю, а то и две. Майкл рассказал своему другу Остину Роудсу о проблемах, которые у них были. Он сказал, иногда кажется, что у неё нет совести. Я спросил, ты имеешь в виду социопата? А он ответил, да, именно так. Бунтарский характер делал Кристалл популярной в школе. По словам одной из её самых близких подруг, она всегда старалась сделать других счастливыми и просто хотела хорошо провести время. Ситуация достигла переломного момента в феврале 2014 года, когда Майкл и Кристалл пошли за продуктами. Майкл оглянулся и увидел, как Кристалл пытается украсть что-то с полок. Он был в ярости и заставил её вернуть украденные вещи и извиниться перед персоналом магазина, что явно было очень неловко для неё. Вернувшись в дом, Майкл пошёл вздремнуть на диване, а Кристалл пошла в душ. Через несколько минут она появилась с ружьём и выпустила одну пулю в голову спящего отца. Чтобы скрыть своё преступление, девушка продала ружьё, выбросила диван, на котором Майкл встретил свой роковой конец и начала рассказывать всем, что он уехал на несколько недель в командировку. Она спросила свою подругу Тейлор, может ли она пожить у неё некоторое время, на что та согласилась и временно поселила подругу у себя. Через несколько дней Кристалл рассказала всем своим друзьям, что получила ужасную новость. Её отец скончался во время командировки. Желая выразить свою поддержку, некоторые из друзей Кристалл переехали к ней домой, чтобы присматривать за ней в это трудное время. Только вот девушка вела себя не так, как они ожидали. Очевидно, что все скорбят по-разному. Но Кристалл справилась с ситуацией, сняв с банковского счёта отца более тысячи долларов и использовав эти деньги для вечеринок. Она потратила деньги на запрещенные вещества, еду на вынос и даже на танцевальный шест, который был установлен на кухне. Есть довольно противоречивые сведения о том, насколько дикими были её вечеринки. СМИ утверждают, что она устраивала огромные вечеринки каждую ночь в течение месяца. Но её друзья говорят, что была только одна огромная вечеринка. В ту ночь она как будто пыталась заполнить дом как можно большим количеством людей. Но веселье длилось недолго, по крайней мере для Кристалл. На вечеринке был широкий выбор запрещенных веществ, и девушка действительно переборщила. Кроме того, её друзья считают, что кто-то мог подсыпать ей что-то в напиток, что вызвало галлюцинации. Она видела облака дыма и говорила «Боже мой, это мой папа». После той ночи Кристалл с трудом приходила в себя. Она сидела на одном и том же кресле в течение двух недель, не вставая даже в душ. Её кормили новые соседи. После того, как она наконец начала приходить в себя, у неё появились новые новости для её друзей. Кристалл сказала им, что собирается поехать к своей маме на шесть месяцев, а её друзья могут остаться и присмотреть за домом. Она даже будет продолжать оплачивать счета и присылать им деньги на еду. Но было только одно правило – не заходить в сарай. Кристалл утверждала, что они с отцом обычно проводили там время. Это было особое личное место, которое она хотела оставить нетронутым. В этот момент мама и сестра Кристалл понятия не имели, что с Майклом что-то случилось. Когда она решила поехать в Джорджу, она сказала маме, что отец больше не хочет опекать её и ей некуда идти. Кристалл сказала, что пока её не будет, её друзья могут начать уборку подвала и продать всё, что там есть. Одним из самых ценных предметов, которые они нашли, был автомат для игры в пинбол. Поэтому на следующий день после отъезда Кристалл они решили сначала попытаться продать его. Саммер и ещё одна подруга привезли автомат в город. Но после нескольких часов неудачных попыток продать его, они вернулись в дом. И вместо того, чтобы нести автомат обратно в подвал, они придумали идею получше – хранить его в сарае. Так как Кристалл уехала на шесть месяцев, они были уверены, что она об этом не узнает. Поэтому Саммер и Энтони взломали замок на сарае, и двери распахнулись. Они почувствовали запах гнили и разложения, но не обратили на это внимания, так как подумали, что там умерло какое-то животное. Поэтому они начали освобождать место для игрового автомата. Затем Саммер заметила, что в углу сарая стоит большая синяя ванна, накрытая спальным мешком. Когда они сдвинули спальный мешок с ванной, то с ужасом обнаружили останки отца Кристалл. Воспоминания о том, как они нашли Майкла, преследуют их до сих пор, особенно Энтони. «Я больше никогда в жизни не хочу видеть ничего подобного, это разрушило меня». Они немедленно вызвали полицию, которая сразу сосредоточилась на поисках Кристалл. После того, что она сделала собственным отцом, невозможно было сказать, на что она способна. Когда девушка приехала в Агаз, то ее мама сказала, что она не может оставаться в доме, потому что отказывается следовать ее правилам. Поэтому Кристалл переехала в мотель. На следующий день после того, как были найдены останки Майкла, власти смогли отследить Кристалл до мотеля, где она была арестована за его убийство. Когда ее взяли под стражу, она сделала вид, что не понимает, что происходит. Но для детективы быстро раскусили ее образ. Отсутствие эмоций и спокойный настрой дали им понять, что они имеют дело с человеком, который не скорбит о смерти отца, и ей было предъявлено обвинение. В 2016 году, в возрасте 20 лет, Кристалл признала себе виновной в убийстве первой степени, а также в сокрытии смерти. За укрывательство она была приговорена к тюремному заключению на срок от 60 до 84 месяцев. А за смерть отца она была приговорена минимум к 25 годам за решеткой, после чего она может получить право на условно-досрочное освобождение. Это означает, что она не выйдет из тюрьмы, пока ей не исполнится 50 лет. В ходе рассмотрения дела было учтено психическое заболевание Кристалл. Но ее поведение после смерти отца убедило суд, что она знала, что делает и почему она это делает. Тот факт, что после этого Хауэлл начала тратить деньги отца, пользоваться его домом и ездить на его машине. И все это после того, как спрятала его тело и улики своего преступления. Это и есть мотив. Она хотела жить на своих условиях и за счет жизни Майкла Хауэлла. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал и на другие социальные сети. Ссылка на них есть в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся!